Дворовая практика Далее расскажем обо всем подробно Строительство новой школы, итоги ЕГЭ, формат обучения с 1 сентября Директор Департамента образования Наталья Володько провела пресс-конференцию, на которой рассказала об итогах учебного года, планах на будущее и ответила на вопросы журналистов О самых важных вопросах, затронутых на встрече, расскажем в следующем репортаже 762 девятиклассника и 518 одиннадцатиклассников в этом году проходили государственную итоговую аттестацию 77% выпускников выбрали профильную математику 44% сдавали физику 26% – общество знания Популярностью пользовалась информатика 103 человека выбрали этот предмет Результаты всех ЕГЭ в нашем городе выше, чем в целом по стране Рассказали представители Департамента образования на ежегодной летней пресс-конференции Кроме того, в этом году в городе 55 медалистов Это рекорд за последние несколько лет Из них 9 сдали один из предметов ЕГЭ на 100 баллов Один выпускник – дважды 100-бальник Средний балл, например, для медалистов по русскому языку – это средний балл 92 балла А, например, по математике – это 83 Это очень высокие результаты, которые, конечно же, говорят о качестве образования И нам приятно отметить в целом вообще по системе, что пандемия не сильно повлияла на результаты, которые мы получили по государственной итоговой аттестации И нас это очень радует, безусловно Это говорит о том, что педагогический состав школ справился, поставлен в задачи И мы благодарим родителей, которые привели терпение, и, конечно, самих детей Рассказала Наталья Володько и о приеме в первые классы 968 малышей в этом году впервые переступят порог муниципальных школ Еще 42 пойдут учиться в православную гимназию Есть школы, которые уже исчерпали лимит мест 17-я школа близка к тому, чтобы подойти ко второй смене В 11-й школе часть классов началки планируют перевести в здание первого интерната Забиты все школы нового микрорайона При этом существует кадровый голод Нужны и учителя начальной школы, и предметники Эти проблемы пытаются решить за счет привлечения молодежи Саранск, Арзамас, Нижний Но на самом деле, среди, например, ученичных классов нам очень нравятся выпускники городецкого училища, например То есть это прекрасные девчонки, которые великолепно подготовлены Справляются и с дисциплиной, и с методической подготовкой И нам, например, они очень нравятся Поэтому в данном случае достаточно широкий спектр К тому же наш город участвует в областной программе по улучшению жилищных условий педагогов На основе списка всех вакансий из нашего города выбирают те, на которые объявляют конкурс Учителя, которые его пройдут, получат миллион Пока у нас в городе работает только один учитель В прошлом году она приехала работать с 10-й школы Получила миллион рублей по этой программе Ну, соответственно, там есть обязательства Это нужно 7 лет от работы в образовательной организации И до этого не работать в системе образования города Речь не только о молодых специалистах Поучаствовать могут все учителя, которые переезжают в наш город и не имеют здесь недвижимости Кроме того, представители департамента образования рассказали, как будет организован учебный год Насчет формата линеек на 1 сентября ясности нет Но все надеются, что праздник отметят в очном режиме В школах остается разделение потоков, термометрия на входе Школы первоклассников у нас не было в этом году, вы знаете Следующий год будет зависеть исключительно от позиции с обстановкой по биологическим показаниям Если мы будем понимать, что мы такие школы можем открыть, значит мы будем их открывать Если же сохранится пока режим, тот, который существует, или он будет еще усугубляться Соответственно, школы первоклассников пока так же не будет Если вы помните, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Российской Федерации До 2022 года запрещены любые массовые мероприятия Также Наталья Володько сообщила о планах по строительству новой школы в 15 микрорайоне На пустыре рядом с 8 детским садом Пока специалисты разрабатывают техническое задание Что касается появления детского сада в 21-22 микрорайонах То подготовка проекта находится на этапе завершения Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом Указано на сайте Всемирной организации здравоохранения За все время пандемии в нашей стране зарегистрировали 5 миллионов 857 тысяч Два подтвержденных случая COVID-19 Третье место занимает Бразилия, там почти 20 миллионов случаев Второе место – Индия, более 30 миллионов случаев А лидируют в списке США 33 миллиона случаев В России вакцинировано около 43 миллионов человек Пока прививают только людей старше 18 лет Но до 20 сентября должна начаться вакцинация подростков Об этом сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинсбург В Москве уже проходит исследование спутника ВИД для детей 12 и 17 лет Оно стартовало 5 июля на базе детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы Для участия в нем выбрали 100 россиян этой возрастной группы 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток За минувшие сутки в стране зарегистрировали 23 827 случаев COVID-19 В Нижегородской области – 531 В Сарове – 34 новых больных Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести Прививка – неформальность, а защита здоровья Но понимают это не все Только в Москве завели несколько десятков уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации Одни делают бизнес на подделках, другие покупают Какая ответственность грозит тем, кто решился подделать сертификат или купить фальшивку? Расскажем далее Пандемия не сдает свои позиции А потому уже ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан Для того, чтобы съездить на отдых, в командировку или просто выйти на работу Необходимо иметь при себе справку о наличии антител, ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации Однако не все граждане получают эти документы законными методами Это как бы подделка и нечестно получается Что ты можешь положить на коронавирус и проедешь за границу там или куда-то Это в первую очередь риск для тех, кто не вакцинирован еще Если вы обманываете их, соответственно, вы их жизнь подвергаете угрозе Спрос рождает предложение и появление такого товара не заставило себя ждать Злоумышленники уже сейчас активно продают поддельные сертификаты Сайты однодневки с такими сомнительными предложениями можно найти и сегодня У нас можно купить справку о вакцинации от коронавируса в Нижнем Новгороде Которая будет изготовлена без посещения поликлиники и доставлена за один день С таким сомнительным предложением к жителям Нижегородской области Обращаются на сайте с многообещающей вывеской «Лучшее качество по самым низким ценам» Давайте попробуем позвонить по указанному номеру И узнать, действительно ли здесь продают поддельные сертификаты Разговор получился коротким Нет, к сожалению, не сможем вам помочь Мы ничего не делаем Но на сайте указан ваш номер телефона И написано, что вы такие справки делаете Спустя некоторое время после звонка сайт заблокировали Позднее доступ к нему снова появился Зачастую сертификаты продают мошенники Гарантии того, что покупателю действительно пришлют фальшивку после ее оплаты нет Особенно учитывая тот факт, что обратиться в правоохранительные органы Обманутый клиент не сможет За данный вид деятельности предусмотрена уголовная ответственность То есть как за продажу этих сертификатов Так и использование гражданами поддельных сертификатов на вакцинацию Гражданину может быть в случае привлечения к уголовной ответственности Ограничение свободы, принудительная работа Либо лишение свободы на срок до года Ответственность лжепривытым ужесточается Если будет установлено, что он кого-то заразил Либо по его вине кто-то умер Глава города Алексей Сафонов проведет личный прием граждан 27 июля с 13.30 Предварительно записаться можно 20 июля с 8.30 до 17.30 по телефону 9.90.59 На приеме горожане должны будут соблюдать масочный режим и дистанцирование При себе нужно иметь паспорт Другая важная информация в подборке коротких новостей Очень жаркая погода ждет европейскую часть России на следующей неделе Сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд Не просто красным, а махаро-красным цветом окрашена территория европейской части страны На 8-9 градусов температура выше нормы, сказал он на пресс-конференции Вильфанд добавил, что по предварительным прогнозам Вторая половина июля и август также останутся жаркими Однако возможны колебания температур С начала лета в России сменились несколько температурных рекордов Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста Начнется с 16 августа Большинство получит средства именно в этот день Заявила журналистом глава Минтруда Антон Котяков Выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста Это единовременное пособие Поэтому ее могут перечислить на счет привязанной карте любой платежной системы Которую указан в заявлении гражданина Подача заявления началась с 15 июля Через портал Госуслуг или любую клиентскую службу ПФР Большинство родителей, оформляющих пособие на портале Госуслуг Не придется самостоятельно заполнять заявление Оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет В Нижегородской области планируют дополнительно выделить 280 миллионов рублей из регионального бюджета на продление мер поддержки предпринимателей Губернатор Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет на этот год Законодательное собрание региона Средства направят на возмещение затрат по оплате труда работников Организаций, которые пострадали от распространения коронавируса Поддержка будет оказана заведениям общественного питания, концертным залам, театрам и театральным студиям Организациям в сфере туризма и предприятий народных художественных промыслов Отметил Глеб Никитин Кроме того, субсидии получат массажные салоны, приюты для сирот, детские дома, интернаты, общежития для детей, временные приюты для бездомных В этом году отмечают 130 лет со дня рождения Александра Волкова Его имя известно миллионам юных и взрослых читателей благодаря повести «Волшебник изумрудного города» Он написал ее в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» В процессе перевода Александр Волков придумал новых героев и их приключения Так появилась целая серия книг о приключениях Элли и Татошки В советских детских библиотеках за «Волшебником изумрудного города» выстраивались длинные очереди А иметь книгу в личной библиотеке считалось большой удачей В наше время эта сказка остается популярной среди юных читателей А взрослые вспоминают о произведении с улыбкой и теплой ностальгией Мудрец из страны Оз так понравился Волкову, что он прочел его своим сыновьям, которые приняли книгу с восторгом Сказка очаровала писателя своим сюжетом и удивительными героями Перевод так увлек Волкова, что он закончил работу за две недели Книга «Волшебник изумрудного города» увидела свет в 1939 году Когда Самуил Маршак прочел рукопись сказки, то не просто одобрил ее, но и посоветовал Волкову заняться профессиональным писательством Благодаря удивительному таланту Александра Милентьевича, его «Волшебник изумрудного города» получился живым и интересным Он самостоятельно выучил немецкий, французский язык Ну а когда изучал английский язык, он решил перевести книжку, вот именно эту «Волшебник страны Оз» И так увлекся процессом, что он решил приукрасить события и наделить героев определенными качествами Александр Милентьевич Волков – личность интересная и незаурядная Мало кто знает, что он был не только писателем, но и переводчиком, педагогом и ученым Работал доцентом кафедры высшей математики Московского института цветных металлов и золота Даже в свою сказку Волков-математик привнес цифры Волков, будучи математиком, конечно же, он придавал числам огромное значение В сказках, конечно же, есть числа, например, цифра 3 Эля приобретает трех друзей Волшебная золотая шапка исполняет только три желания Ну и, конечно же, герои ждали три дня, чтобы ушла вода, чтобы им добраться до розовой страны Ко дню рождения писателя детская библиотека имени Пушкина подготовила тематическую выставку Которая состоит из книг цикла «Волшебник изумрудного города» А на сайте библиотеки ребят ждет виртуальная экскурсия «Наука на страницах сказки» Вместе с персонажами книги юные читатели смогут совершить удивительные научные открытия Костюмированная вечеринка на дворовой площадке В рамках летнего проекта Центра внешкольной работы Клуб «Восход» организовал праздник для ребят микрорайона Детям было необходимо придумать для себя костюм И изобразить любимого персонажа из книги или фильма Подробности далее На дворовую площадку девочки пришли в образе черлидерш И с подготовленной танцевальной программой Готовить танцы для таких мероприятий стало для них доброй традицией От хореографии работают сами, но иногда разучивают танцы по видео в интернете У нас сегодня будет несколько номеров под песню «Не лето», «Попито» и вроде бы все, но это не точно Не знаю почему, но мне это очень нравится Это практически гимнастика, но, наверное, это там и под музыку То есть это не одна гимнастика, а там еще и танцы совмещены То есть это тут весело Занятие на дворовой площадке было немного необычным Ребята устроили настоящую костюмированную вечеринку Здесь можно было встретить феечек, ведьму, пирата и даже художника Дети пели и танцевали, а в перерыве участвовали в интеллектуальных конкурсах А также соревнованиях на ловкость и даже театральное мастерство Которые для них подготовили организаторы График работы площадки с 3 часов дня до 7 часов вечера Но из-за аномальной жары мы сдвигали график Вот сегодня мы вышли на площадку с 4 часов Иногда выходим, когда больше 30 градусов, выходим с 5 Потому что, ну, тоже деткам, чтобы не перегреваться И в спортивные игры играть гораздо тяжелее вот в такую жару Организаторы следят и за самочувствием ребят На площадке есть термометр Если у ребенка появляются признаки ОРВИ То они связываются с родителями и отправляют его домой И это все, о чем мы успели рассказать сегодня Следите за новостями города в группах канала 16 В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе И смотрите все информационные выпуски и авторские программы В удобное для вас время В студии работала Анна Пилипец Всего вам доброго и хороших вам новостей Субтитры подогнал «Симон»